всем привет сегодня я настроилась приготовить манты вкуснющее блюдо все знают все умеют я покажу как я это делаю значит берем воду только сколько нужно тесто у меня компания сегодня большая тесто будет много насыпаем туда соли тоже по вкусу берем 4 яйца совсем недавно открыл что чем больше яиц тем вкуснее тесто до этого думала наоборот в этот раз у меня в холодильнике сколько воды это наверное чуть больше чем пол литра грамм 800 начинаем замешивать тесто мука предварительно просеянная обязательно она должна насыпаться кислородом как все знают уже не грех и напомнить в общем замешиваем крутое хорошая гладко эластичное тесто вот такое получилось тесто мять его нужно не меньше десяти минут оно должно быть не слишком мягкое но и не тугое такое настоящее не знаю как объяснить положим его на час на расстойку в это время будем готовить начинку тесто обязательно должно выстоять и чем больше она стоит тем вкуснее интереснее будет тесто я порой к вечеру если жду гостей то тесто делаю с утра она не стоит до вечера кликовина хорошо разбухает и тесто получается обалденно и катать его интересно и вот попробуйте поесть манты или там пельмени или вареники сразу из теста который приготовили или потом она постоит после того как она постоит тесто совершенно другое но это с опытом опять же приходит опять со временем у кого нет времени тут сразу делаю то у меня есть время я делаю так ну вот прошло достаточно времени тесто наше ох как она у нас отлежалась разбухло какой она гладкость так красиво фарш вот я отложила немножко я готовлю из двух сортов мяса в нем соль и перец больше ничего имеет имею ввиду из приправ ничего не кладу ни разных мили сунели никакие травки и крупно порезанный лук рукой да сколько возможно так помельчила но не стараюсь смельчить лук придает сочность аромат и манты и подразумевает что сколько мяса столько и лука должно быть немножко добавляю еще молочка сюда для сочности фарша ну и все значит раскатываю я своеобразно ни на один пласт не режу ничего а как на пирожки вот так вот тут у меня рука чувствует какой кусочек надо 6 кусочков сейчас приготовить шарики и вот так раскатывает каждую штучку при этом раскатываю посильнее края центр оставляю потверже края и вот так собираем краешки вот следующий хорошее столу не видно замечательно и опять собираем видно не видно по краю как гармошкой фарш у меня кстати тоже приготовлен на крупной решетке очень крупный оно почти как рубленное получается и с крупными кусочками не мелкий мельчить тут не надо да я вообще не люблю мелкий фарш ни в чем ну вот сделала штучка как раз входит их 6 у меня входит на решетку защипанном виде они тоже должны постоять немножко их нужно прикрыть полиэтиленкой вот сейчас я прикрою и немножко постоять пока будет мне вода закипать я их сварю и уже в готовом виде вам покажу вот покажу еще я вот такие у меня решетки вот такие решетки мантышница четырехрядная вода уже закипела беру решетку и смазываю растительным маслом хорошо укладываем вот посмотрите когда хорошее тесто то но пролежала у меня минут 20 не муки никакой ничего к столу не не пристает ни к рукам не пристает ни к столу не пристает и растительного масла в нем нет ничего но она хорошо вылежена клейковина разбухла готовая ставлю для приготовления мантышницу будет готовиться минут 20 наверное будем смотреть на тесто я каждый раз ставлю каждый раз не засекаю времени сколько это примерно готовится вот наше чудо под названием манты готова вот еще парит горячущие только вынула из варки так следующий этап я кладу каждую штучку по кусочку сливочного масла пробовала до варки класс как то он вытекает кипит сильно наружно выходит так так теперь перекладываем если все правильно сделано если тесто хорошее оно не прилипает к форме ни к столу ни к рукам ничего нигде не порвется не прилипнет вот моя семья любит есть сливочное масло многие едят со сметаной и вообще-то тоже бывают со сметаной и то чаще всего со сливочным маслом по традиции манты едят как подберем одну штучку сначала надкусываем чуть-чуть я просто отрежу делаем дырочку и выпиваем водичку вот она вся выливается вода вот если вода у вас получилось значит сделано правильно и сварено в определенном количестве в определенное время тоже правильно если будете дольше варить вода выпаривается если меньше то вода будет кровянистая а здесь вот чистая хорошая водичка может быть видно но поверьте на слово все и потом уже кушаем вот здесь я вам так покажу а вообще манты едят руками смотрите много начинки тонкое тесто не разваривается очень очень вкусно желаю вам приготовить приятного аппетита пока